Вы смотрите утренний выпуск новостей, мы в прямом эфире. Воруют зерно. Фермеры Акмолинской области опускают руки. По их словам, их же работники чуть ли не всем селом перепродают пшеницу, что называется, налево. И происходит это годами. Масштабы потерь измеряются миллионами тенге. Наш корреспондент Асхат Ниазов выехал в Адбасарский район, чтобы попробовать разобраться в ситуации. Удалось ли? Когда нам рассказали, что у фермеров воруют зерно, мы представляли, что происходит это из хранилища. Но даже подумать не могли, что воруют пшеницу прямо с полей. На этой же технике, что собирают основной урожай, часть зерна просто сбрасывают вот в такие кучи в поле и потом перепродают. Только на этом видео зерна примерно на 5 миллионов тенге. Как вы думаете, в год примерно какой ущерб? Ну, я, как мое мнение, где-то ущерб миллионов сто. Миллионов сто? Да, это просто мы еще так, примерно берем. Фактически, может быть, и больше. Воруют, рассказывает Игорь Галецкий, годами, и все об этом знают. Это село в Адбасарском районе. Сейчас называется Есенгильды, в прошлом Ладыженко. Здесь проживает основной состав работников ТОО. О том, что зерно воруют, говорят с осторожностью, но все же говорят все. Слышали? Бывает, да, воруют? Давно? Всегда же, да, получается? Не знаю, давно нет. Но воруют, да? Бывает. Только мы не знаем, кто что. Я пенсионерка, вообще к этому отношению не имею. Ну, слышали что-нибудь такое? Ну, ничего не слышала. Я пенсионерка. Ничего не вижу. Они воровали, воруют и будут воровать. По чуть-чуть, может, и воровали, но не так, а так. Такого шума не было. Ага. Шум просто поднялся, да, в этом году? Да. Шум поднялся буквально неделю назад. Тогда решили действовать решительно. Наняли новую охрану, выследили, куда направляются груженные фуры и позвали полицию. Масштаб организованности поражает. Замешана была вся цепочка в сборе урожая. Все вот эти воровали, комбайнеры, камазисты, бригадиры, наши станы. Стан вон стоит, вдалеке. Самое интересное началось уже после задержания. Приехали сотрудники, все начали там разбираться. Они собрали толпу молодежи с этого же села. С арматурами начали угрожать. Забрали этих своих, которые совершили преступление. При полиции, что ли? При полиции, да. Часть этих, которые воровали, находится в селе. Никаких действий с полицией, с Басарской не принимается. Мы хотели уточнить у полицейских, как идет расследование. Начали с участкового. Найти его в селе не получилось. Дозвонились до него по телефону, но он сказал, что не уполномочен ничего говорить и отправил нас в район. Без проблем. Едем в Адбасар. Заходим в место департамент полиции, но и здесь нас отправляют еще выше. Мол, без согласования с областью ничего комментировать не будут. Мы позвонили в Кокшетау. Сотрудник пресс-службы обещала нам предоставить после согласования с прокуратурой всю информацию. Что ж, ждем. А пока вернемся на поле. Там страсти не заканчиваются. Уже выращенная пшеница простаивает. Работники из Солидарности с задержанными отказываются выходить на работу. Руководству ТО пришлось вызывать механизаторов из другой области. Но и им мешают работать. Об этом в курсе даже Аким района. Теперь они, говорит, устроили, что не дают комбайнам работать. Поэтому я повторно опять выслал участкового с усилением. Чтобы там на месте разобраться и ситуацию выровнять. Хлеб-то всему голова. Как район на Аким, что вы будете преднамеренно делать в этой ситуации? Как намеренно? Но в рамках закона надо решать это. Вы не хотите выехать пообщаться с населением, как Аким района? Может быть, они вас послушают? Я-то выезжаю, конечно. Вы там были после этой ситуации? Нет, после этой ситуации не было. Воруют в хозяйстве не только зерно. В ход идет все. От запчастей до солярки. Причем те, кто этим занимается, без стеснения, как бы в шутку, снимают все происходящее на видео. Вот, вот, вот. Это разве делается так? Тут захоз разваливается. Вот, пожалуйста. Вот, грузит машина. Прячет все. Смотрите. Руководство крестьянского хозяйства намерено сломать ситуацию в корне. Если раньше, когда масштабы были не такими большими, на многое закрывали глаза, то теперь ждут решительных действий от правоохранительных органов, чтобы показать всем остальным больше прощать воровство здесь не намеренно. Аскад Ниазов, Новор из Базаров, Хабар, 24.